и снова здравствуйте друзья сегодня небольшой ролик о том как мы сделали электричество в своем деревенском доме и какие ошибки мы при этом допустили ошибки которые мы допустили в основном они из-за того что мы неправильно немного спланировали поэтому планировать надо заранее в общем то давайте начнем от ввода в дом в одной кабель со столба приходит в дом вот с этой стороны мы изначально планировали сделать вход в дом именно с этой стороны то есть перенести с того края вход именно сюда но потом наши планы немного поменялись мы не стали этого делать поэтому вот в дом остался именно здесь то есть основной щиток находится с той стороны в жилой комнате но так как счетчик более-менее хотя он и современный но при нагрузке больше примерно полутора киловатт он начинал щелкать и обычно проектируется рядом с входом в дом поэтому пришлось эту ошибку исправлять а почему сейчас покажу а так как мы передумали делать вход именно с этой стороны было уже поздно то есть самым первым делом когда мы приобрели этот дом я начал протягивать электричество именно исходя из того что счетчик и щиток будет находиться вот здесь рядом как бы с новым планируемым входом было уже поздно переносить электрический щит с этого стороны дома на сторону входа который был в этом доме изначально поэтому пришлось делать вот что поэтому с течением времени все-таки пришлось переносить электрический щиток именно на ту сторону таким образом что у нас провода идут по фасаду дома от провода от основного провода который приходится столба они идут в ту сторону запитывают главный электрический щит а вспомогательный электро щит от которого запитана вся электричество внутри дома он находится также вот в этой комнате который вы сейчас видите и соответственно поэтому пришлось проводить от основного щитка 2 электрический кабель который запитывает на щиток вспомогательный также по дома поэтому вы видите здесь не поэтому вы видите здесь не один а три провода но 3 он у нас запитывает просто вот эти фонарики основные электрические кабели толстого большого сечения это один идет в ту сторону 2 возвращается в обратную сторону ошибка номер один была совершена в самом начале при проектировании исправлять ее пришлось аж через два года и вот мы подошли к старому входу в дом конечно он уже другого вида совсем и вот один из основных питающих кабелей заходит именно сюда нашу терраску и попадает вот в этот электрический щит в этом электрическом щите находится у нас счетчик и три автоматических выключателя один основной это на один основной это на все наше электричество в доме в терраске и в хозпостройках вот этот управляет светом на чердаке а этот отвечает за розетки и освещение в терраске вот видите свет погас видите свет включил а тем кто собирается делать ремонт предлагаю свои услуги по проектированию выглядит это следующим образом вы связываетесь со мной присылаете фотографии планировки вашей квартиры я отправляю вам письмо с вопросами чтобы понять и описать техническую задачу проектирования далее я отправляю вам планировку с указанием разметки размеров вы присылаете мне точные размеры и фотографии ваших помещений и исходя из этого я вам предлагаю несколько вариантов планировки с мебелью подчеркиваю с мебелью вы выбираете один из них ну а далее я планирую всю электропроводку сантехнику вентиляцию и поверьте мне у вас не окажется розетка за тумбочкой или выключатель в шкафу что очень важно и является качественным проектированием инженерных систем обращайтесь а также посмотрите мой второй канал и вы увидите что у меня в этом большой опыт все ссылки будут в описании а и и и и и так далее вторая ошибочка это у входа в дом она не такая большая но все равно пришлось пришлось немного переделывать вход в дом изначально пыл вот через эту дверь этой прихожей не было возможно кто-то предыдущий ролик какие-нибудь смотрел поэтому знаю то есть входная дверь была в дом вот именно здесь потом сделали вот эту прихожую где удобно более-менее развиваться ну и соответственно вот этот выключатель пришлось перенести именно сюда а выключатель этот отвечает за освещение вот первой нашей комнаты он у нас проходной то есть можно включить свет здесь выключить его там пойдем и так проходим и так в чем же заключалась переделка то есть напомню опять же двери не было здесь была входная дверь и выключатель находился вот возможность перенести его на ту сторону потому что здесь он закрывался дверью ну и в общем то было совершенно бы неудобно включать свет именно здесь осталось только небольшой штрих задел тут это вот отверстие от подразильника далее в этой комнате не было больше запущено никаких ошибок при проектировании освещения и розеток поэтому сейчас я покажу просто те выключатели которые были установлены именно правильно изначально спроектировать этот выключатель отвечает на освещение вот в этой бани этот в среднем коридорчике ну а левый выключатель что было бы логично отвечает за освещение в душевой и в санузле вот этот выключатель опять же отвечает за освещение основное в этой комнате таким образом мы можем включить свет здесь а выключить его на входе уже в прихожую теперь немного упрямую о розетках в этой комнате здесь не было допущено фактически никаких ошибок двойная розетка вот здесь в рабочей зоне в него уже включен чайник двойная розетка здесь она была добавлена чуть позже после того как появилась вот эта электроплита также двойная розетка находится вот здесь который включен холодильник а также есть возможность включить нее мультиварку и еще одна розетка здесь которая находится вот над обеденным салон который можно включить зарядник ноутбук и как на котором можно вот здесь вот обедая посмотреть какой-нибудь кинцо и так проходим в следующую комнату это комната без окон без дверей которые есть две розетки 220 и одна розетка с выводом и теперь кабеля под телевизор то есть в общем то они находятся на своем месте также вот здесь при входе имеется одна розетка и выключатель освещения в этой комнате комната на самом деле шириной всего два метра поэтому переключатель было принято решением именно мной не ставить сюда далее далее проходим в спальню и обнаруживаем ошибку номер три допущенную именно при проектирование чем она заключается изначально кровать которая находится сейчас здесь планировалось в другом совершенно углу кровать планировалось именно поставить здесь поэтому над кроватью здесь высветились две розетки которые можно тоже положить зарядка включить зарядник ну и в общем то какой-нибудь допустим ночную подсветку если она понадобится а выключатель освещения в этой комнате один таким образом он спланирован что с кровати дотянуться до него и выключить свет в комнате совершенно не тяжело но когда мы поняли что кровать находится напротив окна в общем то и не стали там планировать вход кровать мы перенесли в другую комнату ну и соответственно выключателя освещения основного там нет и возможности его поставить уже не было благо что розетки которые находятся над кроватью попали прямо в масть ну и таким образом включить вот этот светильник розетку включить зарядник и вот эти розетки тоже оказались не бесполезны они находятся над этим маленьким столиком в общем то в них можно включить и стационарный компьютер да и в общем то что угодно проходим в комнату номер другую проходим следующую комнату и обнаруживаем комнату в которой не допущено ни одной ошибки при планировании заходим сюда обнаруживаем две розетки вот находятся на этой стене они они в любом случае когда-нибудь пригодятся проходим далее обнаруживаем еще две розетки проходим еще чуть-чуть дальше наблюдаем выключатель основного освещения таким образом можно включить свет от входа в помещение а выключить его когда вы уже ложитесь спать ну и еще две розетки находятся именно здесь они как раз находятся на высоте от пола чтобы прикроватной тумбочкой их не загораживал то есть сюда можно опять же включить маленький светильник можно включить зарядку для телефона да и вот основной выключатель света вот в этой вот комнате давайте побалуемся чуть-чуть включаем здесь выключаем да и кстати забыл упомянуть что электрический щиток который был изначальный вот здесь находился счетчик находится также вот в этой комнате и как раз отсюда идут все провода и как раз в этом щите находится автоматически выключатели которые отвечают за подачу электричества внутри нашего дома давайте теперь пройдем в терраску и убедимся что там ошибок при планировании электрических точек тоже нет и проходим в терраску начиная от входа в наш дом то есть вот здесь вход в прихожую и внутрь дома проходим далее и имеем возможность правда от розетки запитать освещение в наших хозпостройках таким вот образом она работает ну просто пока подруг почему от розетки просто не оказалось под рукой свободного выключателя вот она выключается вот она включается далее здесь все таки один выключатель присутствует который отвечает за освещение в начале терраски следующий выключатель находится на углу нашей новой прихожей он конечно находится немного на непривычной высоте но здесь как вы видите находится такой временный провод и в любом случае это выключатель на кладной его всегда можно будет опустить ниже он отвечает у нас освещение вот в этой части терраски проходим далее проходим вот в эту часть нашей терраски здесь мы наблюдаем электрические розетки их находится здесь три штуки которые можно включить вот этот большой обогреватель то есть к этим розеткам подходит достаточно толстый провод можно включить вот этот магнитофон можно включить можно включить такой вот небольшой точильный можно включить также небольшой точильный станок зарядку для телефона в общем то что угодно но давайте обратим внимание в этой терраске все-таки наверх провода и голые без гофры и соединены просто клеммниками почему сейчас объясню вот эта часть терраски она подключена все как скажем это часть терраски подключена по временной схеме а вот уже по постоянной схеме сделана вот эта комната попадая в эту комнату мы имеем возможность включить освещение от входа в эту комнату а также ведь а также имеем возможность выключить его вот в этой части здесь же находится еще одна розетка которую можно будет включить что-нибудь типа зарядника для телефона так как возможно здесь появится небольшой диванчик а вот здесь как вы видите уже стоит разобранный шкаф таким образом скопку здесь диванчик здесь дивана можно включить выключить свет и включить зарядник следующая розетка находится вот здесь около подоконника сейчас она загороженными цветами опять же здесь можно включить подсветку для рассады которые находятся здесь и для которой подсветка уже летом не нужно еще пару розеток находится вот здесь которые можно включить все что угодно а также обогреватель который здесь был включен в апреле и когда здесь находилось очень много рассады таким образом электрические сети нашего деревенского дома допущены несколько ошибок которые можно исправить несколько ошибок и одна ошибка была допущена которую пришлось исправлять более длительные работы ну и более дорогими и длинными проводами о которой я упоминал в самом начале на этом по электрической сети в доме и в терраске можно сказать все осталось только рассмотреть электричество вот в этих хозпостройках но здесь опять же вот здесь ничего особо интересного нет все подключено по временной схеме самом низу и самом низу есть пара розеток каждое помещение практически проведено освещение но это все освещение включается пока вот отсюда единой розетки на этом про электрическую сеть в нашем доме все планируете электричество правильно не допускайте ошибок а тем кто собирается делать ремонт предлагаю свои услуги по проектированию выглядит это следующим образом вы связываетесь со мной присылаете фотографии планировки вашей квартиры я отправляю вам письмо с вопросами чтобы понять и описать техническую задачу проектирования далее я отправляю вам планировку с указанием разметки размеров вы присылаете мне точные размеры и фотографии ваших помещений и исходя из этого я вам предлагаю несколько вариантов планировки с мебелью подчеркиваю с мебелью вы выбираете один из них ну а далее я планирую всю электропроводку сантехнику вентиляцию и поверьте мне вас не окажется розетка за тумбочкой или выключатель в шкафу что очень важно и является качественным проектированием инженерных систем обращайтесь а также посмотрите мой второй канал и вы увидите что у меня в этом большой опыт все ссылки будут в описании а Субтитры создавал DimaTorzok